Ну а понятно, что на сегодня думать о стране и рассчитывать на ее благополучие, когда на земном шаре будет беспорядок, бесполезно, тщетна попытка хорошо сохраниться в кубрике подводной лодки, которая идет не тем курсом и не туда. Поэтому, конечно, сегодня как-то все эти вопросы от мелких бытовых до вообще выживания человечества, они все, по сути, взаимовязываны. И ни один из них не решается сам по себе, потому что и общие вопросы не решишь, если не изменится человек конкретный. И в то же время человек сам по себе не вполне состоятельный на решении своих вопросов, если у него нет каких-то целей, уходящих далеко за пределы его жизни. Вот такое, наверное, единство глобального и частного, оно сегодня в наше время позволяет более-менее нормально себя ощущать и видеть как бы свой сегодняшний день и видеть далекое будущее. Но тему нашей встречи так условно мы обозначили общественное сознание, прошлое, настоящее, будущее. Ну и, естественно, поговорим, может быть, о том, что вас в большей степени интересует. Но если говорить об общественном сознании, то это такая категория, которая формирует, в общем-то, духовную сторону развития общества. И, наверное, это можно понять как совокупность коллективных представлений людей о явлениях природы, о социальных явлениях. Но, конечно же, если говорить об общественном сознании, то оно не является простой суммой. Это не тот случай, когда просто можно просуммировать, потом поделить и получишь. Коэффициенты очень разные у каждого из нас, и у разных идей, и у разных творческих коллективов. Поэтому это очень сложный такой интеграл по всему пространству. И понять его можно только вот в таком форме тенденций, глобальных форме наиболее значимых моментов, которые следует учитывать. Ну и здесь, конечно, два аспекта. Это общественная идеология и общественная психология, которые... Главное – это наличие идей. Вот, какие идеи доминируют в обществе. Но, особенно в наше время, не только идеи, но и технологии продвижения этих идей в общество. И их восприятие, подача их в удобоваримой форме, они, значит, очень многое. Вы знаете очень древнюю такую мудрость. Мудрый, если ты хочешь, донести что-то до общества. Облики – это форму привычных одежек. То есть, вот, психология восприятия такова, что никакая информация не сгружается в пустоту. Она сгружается в некие стереотипы. И поэтому, если мы не находим цепочки, связующие наши идеи, наши представления с некими стереотипами, которые присутствуют в психике человека, то это пустая трата времени. И ничего не остается от таких усилий. Вот это, конечно, очень важно иметь в виду. Если говорить о дне сегодняшнем, то очень важно иметь в виду, что, конечно же, всегда так было, и так и сегодня народ по-разному как-то иногда оценивают. Наш народ, русский народ. Ну, русский, я имею в виду, многонациональный русский народ. Вы знаете наши подходы. Русский, мы считаем, это понятие цивилизации, это не национальность, хотя есть и национальность русский, но есть и второе понятие русский. Это объединительное, цивилизационное понятие. Поэтому многонациональный русский народ вполне понятно, потому что, может быть, русский немец, и русский татарин, и русский еврей. Наш народ, это не то, что он представляет собой сегодня в тех условиях, которые созданы. Наш народ, это то, о чем он мечтает. Вот то, о чем народ мечтает, это и есть характеристика общественного сознания народа, которая не всегда так ярко проявлена, но в делах, но оно присутствует в духе. Конечно же, очень многое, если говорить, общественном сознании, зависит от психики общественной. И она определяется, безусловно, психикой индивидуальной. Поэтому у каждого народа есть такое коллективное. Вы знаете, к примеру, педантизм немцев, там, так сказать, говорят. Ну, то есть, о каждом народе есть что-то сказать вот такое образующее. И если говорить, ну, так, по-крупному, о разграничениях, которые есть сегодня, то если взять, допустим, Китай, Японию, они воспринимают мир через иероглифику, да, иероглифика, это образы, то есть, они не через слова воспринимают мир, а через образы и картинки, образы первичные. То есть, зачастую у них восприятие идет так, что они картинку видят, и смысл понятен, а вот прочитать не могут. А поскольку образы и картинки едины, то у них очень высоко развито единомыслие, поэтому они непревзойденным обладают даром копирования, чего бы то ни было, потому что они воспринимают мир очень одинаково. И в этом смысле синхронно могут обеспечить копирование любого самого серьезного накопленного опыта. Если говорить об особенностях западной цивилизации, то запад, конечно, обладает непревзойденным умением жить за счет других. Это отрабатывалось веками и отрабатывалось с помощью технологий силовых и технологий интеллектуальных, как организовать жизнь за счет других. Ну и вот русская цивилизация, она, конечно, совершенно особо занимает позицию ее таким базовым признаком является справедливость, не реализованная в жизни, но присутствующая в душе у народа. И русская цивилизация всегда отличалась вот благодаря тому, что мы воспринимаем мир через лексику, то есть у нас в начале слова, а потом только образы, картинки и представления о чем-то. И поэтому у нас очень сильно развита способность к формированию новых смыслов, потому что мы одни и те же слова воспринимаем по-разному. И вот это разномыслие, оно обеспечивает формирование новых смыслов, потому что слова мы произносим одни и те же зачастую, но у каждого в соответствии с его родовой генетикой из генетической памяти всплывают некие картинки и явления, и у одного одни, и у другого другие. И вот совмещение потом разных точек зрения, оно приводит к совершенно таким новым смыслам. Если говорить о прошлом, то мы все прекрасно понимаем, что прошлое достаточно жестко, концептуально определено. Оно определено еще со времен фараона Джосера, последним фараоном, который так давал еще представление о единобожии, о тех подходах, которые сегодня начинают формироваться в России. После фараона Эхнатона, фараон, как вы помните, Тутанхатон, переименованный в Тутанхамона. И дальше, вот с той поры, если говорить на таком глобальном языке, на уровне концепций, то с той поры ничего не менялось. Все эти, так сказать, псевдоглобальные явления, они все шли в рамках жестко заданного коридора, который мы называем библейской концепцией управления. И вот в рамках этой библейской концепции управления шли разного рода маневры, которые не меняли ее существа. А существо библейской концепции – это толпы элитаризм. То есть управление в рамках библейской концепции считается, что наиболее эффективно только тогда, когда есть элита, находящаяся наверху, и есть толпа подконтрольная, которая чем меньше понимает, тем более эффективно управление. Поэтому вот, собственно, принцип управления до недавнего прошлого, ну, как мы говорим, до смены логики социального поведения или до вступления в силу закона времени, когда частота обновления технологий, господствующих на Земле, превзошла частоту обновления поколений. Поколения меняются каждые 25 лет, технологии каменного топора, скажем, тысячелетиями господствовали. Вот, наконец, в середине, может быть, прошлого века мы вышли на смену технологий тоже порядка 25 лет. Сейчас японцы говорят, что технологии должны меняться каждые 5-10 лет для успешного развития. А значит, все, что было работоспособно вот в библейской концепции, в перспективе оно становится неработоспособным. То есть, если вы на элитарном уровне получили некие особые тайные знания, то эти знания через 5-10 лет уже устаревают. И вот этот принцип доминирования посвященных, он уходит в небытие. На поверхность выходят люди с иной философией, с иной психологией, которые способны каждые 5-10 лет адаптироваться к принципиально новой информационной системе, господствующей в обществе. Вот если человек не обладает этим даром такой адаптации в режиме онлайн, то он так или иначе оказывается на обочине происходящих процессов. И вот здесь очень много таких совпадений, смена логики социального поведения, закон времени, смена тысячелетий. Все это накладывается, так сказать, как-то совместно. И у нас нет сомнений, что человечество вступает в принципиально новую фазу, ну, по крайней мере, за последние 4 тысячи лет. Ничего подобного в истории человечества не было. И, соответственно, вот на сегодня, конечно, очень важно сориентироваться в этой принципиально новой обстановке, чтобы сформировать некие перспективы для себя и для своей семьи не на год, не на два и не на пять лет, а вот чтобы выстроить родовую линию, которая будет нормально развиваться в новой логике социального поведения. Вот главное, что будет характеризовать общественное сознание будущего, это отсутствие какого бы то ни было принуждения. Допустим, почему по большому счету СССР рухнул? Потому что справедливость, провозглашенная там в большей степени на словах, хотя и в делах ее было тоже достаточно много, она все-таки навязывалась, так сказать, силой во многом. И во времена Советского Союза ситуация была, когда жестко сохранялось вот то единство на уровне идеологии, которое задано сверху. Любой шаг влево-вправо жестко пресекался. Нынешний день характеризуется тем, что идеологическое единство уже не обеспечивается. Его просто невозможно, при смене логики социального поведения, невозможно удержать даже технически и физически, это невозможно. Поэтому сегодня любые идеи озвучиваются, они присутствуют в обществе, но тем не менее решается очень важная задача, чтобы эти идеи не стали созидательной силой, и чтобы они не находили своего воплощения в практических делах общества. То есть, как бы, ну, поговорить можно, это теперь никто не запрещает. Но если вы попробуете что-то серьезное в делах организовать на базе новых идей и концепций, то вы столкнетесь с таким, в общем-то, очень серьезным, хотя, казалось бы, и невидимым барьером. И это можно наблюдать, так сказать, повседневно. Потому что, если посмотреть на нашу страну сегодня, то, в общем-то, пожалуй, вот такой, такого тоталитаризма в делах, которые присутствуют, вряд ли мы найдем что-то подобное. Потому что тоталитарный либерализм сегодня господствует исключительно во всех сферах нашего общества. Если говорить о делах, возьмите, к примеру, сферу, там, так сказать, финансов, возьмите сферу экономики, возьмите сферу средств массовой информации, денежную систему. Там все очень жестко определено, и там нет даже ни одного человека, кто бы представлял нелиберальную точку зрения. Ну и вторая проблема, конечно, текущая наша, это, ну, если угодно, подбор кадров, да, подбор кадров идет жестко на такой родоплеменной основе, что называется, да, то есть только кланы и только родственники, там, так сказать, никаких других со стороны туда людей невозможно, так сказать, близко подойти. Вот, это, конечно, тоже проблема, потому что, если вы посмотрите даже на историю нашей страны, то, начиная от, ну, от разных сфер нашей жизни, там, и Ломоносов, и, если говорить о других делах, там, кутузов, они никак, они не происходили из каких-то знаменитых родов, и не столичные вовсе люди тогда вот становились теми, кто действительно серьезно менял судьбу нашего Отечества, они появлялись в Архангельской, там, в Псковской, там, в Новгородской, вот такая земля, значит, давала сильные перспективные кадры. Здесь во многом, на мой взгляд, это обусловлено тем, что очень важна связь человека с природой, вот особенно в первые годы его жизни и в процессе становления человека, если природа отсутствует, если кругом бетон, асфальт и техногенные поля, то это очень серьезно меняет психику человека, и, в общем-то, Бог создал нас для жизни в природе, и человек свой потенциал формирует полноценный, только, на мой взгляд, в присутствии биополей. Проблема, конечно, сегодняшняя, если говорить еще о том, что это давнешняя проблема, что у нас принят принцип решения всех вопросов большинством голосов. Вот как показывает история и жизнь, редко были случаи, когда ошибалось не большинство, как раз большинство всегда ошибается, потому что, если посмотреть по типам строя психики на общество, вы знаете, по нашей классификации есть животные тип строя психики, когда люди на инстинкты, так сказать, прежде всего ориентированы, есть тип строя психики зомби-биороботы, которые снимают вот эти путы инстинктов частично или глушат их специальным панцирем общей культуры. Есть демонический тип строя психики, когда человек этот панцирь формирует сам, а не общество одевает на него этот панцирь. И, наконец, вот человек разумный, это человек, который живет прежде всего интуитивными прозрениями, подсказками души. Так вот, из статистики люди типа строя психики зомби-биоробот, которые просто сформированы господствующей культурой и находятся вот в этих веригах, сформированных стереотипами культуры, они легко управляют. Особенно в наше время телевидение это просто пульт управления человеком, если он не вышел за рамки этого типа строя психики. И таких людей запросто можно увести от истины, а потом опираться на это большинство как вот на критерии как бы, так сказать, оптимальности. Поэтому в древности на Руси признавался только принцип единогласия, то есть принимались принципиальные решения тогда, когда никто не возражал. Если есть один хотя бы возражающий, то возможно он как раз и прав. Так чаще всего было. Начиная с Коперника и кончая многими другими примерами. Сегодня если посмотреть на то, что происходит в нашей стране, я уже говорил, что идеи озвучиваются практически любые, и этому никто не препятствует, но применяется такой хитрый метод, когда на любую серьезную идею готовится там пяток клонов, ну нечто тоже близкое и похожее, у вас концепция, у нас концепция, и создается такой информационный шум, в потоках которого человек, если он не выработал в себе такую диалектику развлечения, ему просто не сориентироваться в этом потоке информации, то есть умышленно запускается такой поток и объем информации, который становится в общем-то неподъемным. Ну конечно же закрытие символов это всегда было и сейчас так же происходит, но вы наверное знаете, что еще в восемнадцатом году наша армия имела в знаках различия свастику, свастика это такой очень древний мощный русский символ, который был потом умышленно Гитлером как бы так сказать перехвачен и вот так формируются матрицы, которые закрывают некие такие древние эгрегоры, так же как закрываются эгрегоры скажем центров силы такие как капище там так сказать бывшие на Руси и так далее и потом появляются вместо этого звезды и на американских самолетах и на русских самолетах появились звезды и так далее вот а потом эти звезды сейчас сменились двуглавым орлом но это вообще византия там так сказать рухнувшая когда-то и вот символика она конечно очень серьезно влияет на состояние общественного сознания и вот это раздвоенный ум это конечно беда не только в символах но и в нашей жизни когда вместо скажем герба древнего Египта когда в общем-то система была выстроена вы знаете иерофанты 11 иерофантов в север 11 иерофантов юга и тандемный принцип управления вот тогда значит герб представлял из себя картинку когда два крыла а вот когда у птички две головы то это явным образом какое-то расстройство ума то есть вот такие тоже казалось бы моменты на которые мы не всегда обращаем внимание они всегда давлеют на общественное сознание и в общем-то достаточно серьезно влияют на него но хотелось бы отметить что конечно же сегодня на мой взгляд таким доминирующим фактором является фактор разработки комплексной системы представлений о всем и вся это концепция общественной безопасности она уже где-то в 92-м году впервые там значит по-крупному была озвучена и представлена и с той поры очень активно развивается и очень приятно что вот в год литературы 15-й год вы знаете год литературы сегодня вот издательство концептуал оно к примеру воспринимается сегодня на книжном рынке если говорить просто таким языком рыночном и в общественном сознании как достаточно серьезная сила я вам приведу такой пример были у нас переговоры с издательством АСТ и Эксма они сейчас объединились и они напрямую сказали что да вот такая концептуально значимая информация сегодня даже коммерчески гораздо более перспективна потому что вот та пора когда читали разного рода книжицы одного дня да там ну прочитал и выбросил даже в коммерческом плане теперь это не очень выгодно потому что ну такие книжки стараются читать в интернете а вот книжки концептуально значимые которую нужно прочитать потом второй раз прочитать с карандашом и подчеркнуть все наиболее значимое а потом раз в неделю хотя бы заглядывать туда и кое-что вспоминать вот такие книжки сегодня покупают то есть это в коммерческом плане тоже вот так становится может быть более выгодно поэтому сейчас вот по крайней мере издательство СТ работает над тем чтобы выйти на издание книг с нашей информацией если ну как бы так сказать такие по крайней мере намерения достаточно серьезные уже подготовленные есть это говорит о том что очень серьезно меняется информационное состояние общества общественное сознание в целом и такая информация становится по разным причинам обстоятельно востребованной влияет это на все там не только на идеи но и на просто обычную жизнь семьи да вот вы знаете что в последнее время обеспокоены дневные короли алкогольные что Россия вдруг резко начала сокращать потребление алкоголя до 30% сокращения идет и это беспокоит это говорит о том что в нашей стране формируется ну если говорить на молодежном языке новая мода мода не прикасаться к алкоголю вообще никогда и ни при каких обстоятельствах это становится очень модным и это в общем-то признак такой который характеризует новое информационное состояние общества общественное сознание и я пытаюсь всячески как-то говорить что есть Россия та которую вы знаете по телевидению за рубежом часто когда рассказываешь но есть и другая Россия та подводная лодка которой пока не видно но которая вот-вот вплывет подводная лодка именно с той молодежью которая для себя выбрала жизнь трезвую жизнь духовную я в Подмосковье когда с молодежью встречаюсь конечно очень приятные такие картинки всех такие ребята молодые подтянутые в красивых майках на майках написано всегда русский всегда трезвый то есть русский и трезвость становятся символами то есть если ты русский ты должен быть трезвый если ты не трезвый то чего-то тут не хватает точно так же как в недалеком прошлом русский безграненого стакана водки ну как это значит это не русский вот вот сейчас за достаточно короткий промежуток времени прямо противоположные формируются стереотипы русскости да скажем на фоне алкоголя табака так что это очень важные на мой взгляд моменты поэтому я хотел бы воспринимать концепцию общественной безопасности разработанную многонациональной русской культурой это вы знаете концепция разработана в неавторской культуре у нее нет никаких авторов у нее есть только содержание и есть люди которые может быть как-то больше или меньше понимают то что изложено в концепции и являются пропагандистами этих знаний но нельзя отождествлять людей которые говорят о концепции с авторством потому что зачастую толкование идей это задача не менее значимая чем формулирование самих идей потому что вы знаете так же и в других сферах жизни есть изобретатели которые изобретают но не они внедряют свои изобретения это удел других людей вот поэтому сегодня чтобы на базе фундамента концепции общественной безопасности выросла новая культура нужны специалисты всех специальностей специалисты по всем направлениям потому что те кто формирует идеи формирует идеологию они именно на это прежде всего если угодно заточены там должен промыслом а вот масса других проблем которые должны решаться если угодно просто творчеством народных масс потому что здесь невозможно дать рецепты вот давайте вот так давайте вот каждый день встречи проводить или давайте значит книги издавать мы сталкиваемся с тем что на местах предлагаются формы которые ну просто так ни один теоретик никогда не придумает и важно что эта информация идет очень широко она идет не только в нашей стране но и по всем странам мира я вот только последние допустим события там обозначу вот не так давно приглашали меня в Тюменскую область с основным докладом там по территориальному развитию России по ландшафтно-усадебной урбанизации мы недавно вот вводили этот пермен а теперь уже видим конференция прямо названа вот именно так и я там делал основной доклад была встреча с губернатором Тюменской области ну и кстати если так на минутку отвлечься очень интересная была поездка там в Тобольск недалеко от Тюмени и по дороге заезжали в село Покровское где родился и вырос Распутин его домик был бульдозером Ельцином снесен и теперь ну на этой же улице прямо напротив семья Смирновых муж и жена сделали такой частный музей Распутина и очень интересную дают информацию книжку издали Распутина вот тоже такое особое явление нашей русской цивилизацией кстати там вот его ударило ножом накануне первой мировой войны там 17-летняя девочка и на этом месте потом царская семья два часа простояла когда ее увозили отсюда из Питера очень много там перекличек вообще Питер и Тобольск там и Менделеев вы знаете родился и вырос там и Декабристы и многое-многое другое такой мощный центр силы нашей цивилизации вот ну и там же у них детально вот расписано вы представляете что какой раз Путин если ну после убийства был захоронен в Александровском парке на речке Кузьминка там сейчас стоит крестик и кто не был достаточно такое интересное место очень в конце Александровского парка и первый указ правительства Керенского был указ об эксгумации тела Распутина то есть вдумайтесь так бы это не было что-ли других проблем вот первое что было сделано потому что Распутин мог очень серьезно влиять на будущее даже через свою могилу вот там начинал собираться народ и гроб растащили на сувениры а ящики из-под рояля Распутина привезли вначале на Кадюшинную площадь а потом когда в потенках повезли хотели сжечь в печах политехнического университета машина сломалась и значит опасались что если это станет достоянием народа могут опять произойти какие-то волнения поэтому прямо на месте где машина сломалась сбросили ящик и на месте сожгли но вот такое место первичного захоронения оно здесь у нас в царском селе сохранилось это это к тому что какие у нас все-таки появляются личности в истории России и как глумяться над ними чтобы они не стали вот такими центрами объединения в общем-то думающих людей но вот я вот начал с Тюмени выступал я на интеллектуальном клубе при губернаторе Белгородской области который именно тематика концептуально интересовала прежде всего только что я вернулся буквально вот на прошлую неделю назад я вернулся из Турции там ведущий турецкий фонд Сулеймания приглашал меня для бесед вот таких как раз по концептуальным проблемам возглавляет фонд фонд профессор Абдул-Азиз Бейендир и он около 20 лет возглавлял управление по делам религии значит в Турции и такое очень подготовленный человек именно научный Коран и вот по Корану по Коранической нравственности по финансам Кораническим буквально у нас там с 8 утра до в 7 вечера 2 дня мы провели такие диспуты и это говорит о том что они сами нас нашли через интернет познакомились с нашей информацией и вот попросили значит о встрече поэтому это может быть такое тоже дополнительное свидетельство что нашей информации проявляется все большее и большее внимание в общем-то во всех странах мира ну и конечно же в основе будущего нашей страны и формирование общества знания конечно лежит образование образовательные стандарты сейчас вот если кто-то не читал я думаю вчера Леон Халыч может быть об этом тоже сказал Зазнобин мы с ним вчера эту тему как раз обсуждали подробно вышла такая статья ее можно просто найти в интернете просто по названию статьи враг зашел с тыла враг зашел с тыла там речь идет о глобальной трансформации системы образования земного шара когда поставлена задача вот начать переформатирование человека и перейти от того человека который был последние тысячелетия вот создать так называемого постчеловека с учетом ныне имеющихся технологий и вот что нужно сделать чтобы появился этот постчеловек ну и вот здесь появляется такая возможность когда по сути альтернативная нам концепция ставит задачу переформатирование человека но программу этого переформатирования можно было бы поменять потому что сумма-то у них насчет переформатирования пустая помните как у Пушкина его пустую суют грамоту другую так вот очень хотелось бы чтобы мы с вами вместе подумали что тот процесс переформатирования который все равно идет чтобы наполнить его другой программой вот программой связанной с разработанной на Руси концепцией общественной безопасности и самое главное что будет отличать будущее это переориентация от изучения технологий изобретений разного рода техногенных к изучению самого человека потому что в моем понимании все что мы с вами изобретаем находится в единой Божьей матрице то есть вообще говоря вот все то что мы изобрели оно вообще-то присутствует от Бога нам даровано и тоже скажем телевидение вы знаете там двухнедельные практики и они позволяют с закрытыми глазами увидеть перед собой монитор и выводить на него нужную информацию такие в общем ну если даже посмотрите методика Бронников дает об этом представление ну такие далеко не закрытые открытые вещи и вот мы в свое время демонстрировали такую практику на примере там буквально 13-14 летних детей которые включают этот телевизор который нам от Бога дарован для этого не нужны изобретения так что многое из того что мы изобретаем это просто является подобием того чем нас Бог наделил и то что создано в природе вы знаете наверное можете открыть в интернете сейчас все доступно посмотрите такую страничку муравей а-та буквально 4 муравей а-та очень любопытные такие создания которые формируют мегаполисы которым может человек позавидовать да 15 метров в диаметре 6 метров в высоту все там мосты тоннели переходы все продумано а матка муравья живет в капсуле которую не пробить даже ломом но если вы эту капсулу потревожили срезали кусочек она потом исчезала никак не могли понять как она исчезает пометили ее как-то а потом казалось что она оказывается в другой точно такой же камере запасной при этом камера остается неповрежденной то есть реальная телепортация которой мы еще даже не мечтаем в каких-то фантастических романах это описано в природе это есть или возьмите ящерицу василиск которая формирует воздушную струю и перемещается по воде по принципу судна на воздушной подушке то есть мы к сожалению не наблюдаем то что нам даровано от бога и нам самим и в природе пытаемся изобрести нечто переиграв бога точно так же как сегодня глобальная стратегия запада по созданию пост человека она по сути с чем связана она связана с их представлением о том что ну человек существо такое неполноценное как бы его надо мартернизировать то есть они ставят себя на место бога и хотят значит бога подправить но это дело такое малоперспективное вы помните как сказано в Коране и хитрили они и хитрил бог но бог самый хитрый из хитрецов и говорится что победу одержу я и мои посланники в конечном счете вот поэтому переигрывать бога занятие такое неблагодарное поэтому изучить себя свой ресурс изучить природу и очень многое на мой взгляд для нас откроется ну вот наверное так я очень кратко некоторые взгляды на происходящее сегодня на наше прошлое некие представления о том куда мы идем вот меня представляется что мы идем в сторону конечно в перспективе богодержавия когда будет наконец-то осмысленно большинством что есть бог творец и вседержитель единый для всех живущих на земле и тогда религии должны будут перейти вот состояние веры в бога в котором они сегодня находятся к вере богу вера в богу это принципиально иное состояние души когда человек понимает что если он ведет себя по-божески то он верит что бог ему будет помогать избавлять его от недобрых случайностей вы помните что случай это псевдоним бога когда он не хочет подписываться своим собственным именем так что у человечества на мой взгляд нет альтернативы кроме стремления к богодержавию которое действительно реально может объединить человечество в отличие от ныне господствующей обстановки в сфере религиозного сознания когда действующие религии фактически разъединяют народы здесь шииты там суниты там гугиноты там католики там православные там мусульмане вера богу она в равной мере может быть характерна для любого вероисповедания вера богу это значит начинаю с себя это значит не причиняю вреда себе чтобы бог как бы помогал мне не причиняю вреда окружающим меня людям не причиняю вреда мироздания вот такая философия она перспективна для человечества потому что при нынешней степени технологической вооруженности винову просто не дано иное уже проходили со времен Атлантиды известно чем это заканчивается когда человечество начинает манить о себе больше чем то на что оно способно и то что ему уготовано в мироздании ну вот на этом я тогда вступительное слово свое завершу и наверное мы можем к вопросам перейти если они у вас есть то я готов ответить на вопросы пожалуйста пожалуйста Виктор Алексеевич ну вот не так давно вы заговорили вы просто упомянули о Распутине не так давно во Франции прошел документальный фильм где говорилось что последняя смертельная пуля выключенная в лоб Распутина была английского образца где могла до этого храниться эта информация почему она всплыла через 99 лет после убийства Распутин ну честно говоря вы знаете история это же мы говорим что история это хронологический приоритет самый важный после мировоззренческого и управление реальное миром идет через формирование истории потому что как вы изложите историю такое будущее и вы получите это как корни определяет стебель растения так как вы обозначили прошлое так и произойдет ваше будущее ну вот по поводу убийства тоже мы там дополнительно обсуждали там в домике Распутина вот эту проблему но я честно говоря не думаю что это как-то тайна мне кажется что я просто ну не всегда пользуюсь вот этими ну знаете популярными книжками там уж точно нечего искать значимого как-то правду надо искать в других местах но для меня это в общем-то никогда не было вроде бы секретом я думал что это общеизвестно что Распутина убили вот ну вы знаете значит не только Юсупов но и его подельник были гомосексуалистами ведущими как бы тогда в нашей стране ну и третий человек который был это английский разведчик это абсолютно никто и не скрывает но там мне раскрылась другая тайна о которой я не знал значит вы знаете что в начале Распутина хотели отравить и была значит предложена порция ядра которая ну нам в сотни раз превосходила все мыслимое то есть он должен был умереть мгновенно даже и не моргнув глаза но Распутина от яда не умер и толковалось это так что вот да у него был такой иммунитет это действительно он этим обладал вот но вот мне раскрыли эту тайну что лекарство это яд готовил один из польских значит врачей и в последний момент он все-таки трогнул он об этом рассказал перед смертью никому никогда эту тайну не раскрывало но перед смертью рассказал что в последний буквально момент когда он понял что он творит потому что Распутин реально влиял на судьбы человечества ведь вот первая мировая война его тогда ножом пырнули он сказал что если бы а он 6 месяцев пролежал в больнице ну живот его был распорыт и он сказал однозначно что если бы я не был в больнице первая мировая война не началась бы Россия бы не вступила в нее вот на таком уровне он запросто влиял на происходящее вот поэтому понимая это в последний момент он подменил ампулу и вместо ампулы с ядом дал ампулу с обычным порошком ничего не значим поэтому когда они отравили его а он не умирает они восприняли это как так сказать его защита и конечно не значит вот не решились значит Юсупов на это дело а вот здесь уже английский разведчик как раз работал и это действительно однозначно и застрелил Распутина ну и я вам рассказываю о своем понимании однозначно я когда говорю я берет свое имя потому что если вы начнете искать по этому поводу какие-то исторические справки там бумаги с круглыми печатями то они для меня не авторитет потому что я вот здесь на Невском немножко вот в ту сторону подальше справа там в ресторане встречался с одним человеком имя которого мне не сказали но просто попросили о встрече я с ним беседовал ну и там разные вопросы обсуждались а потом он мне сказал ну вы знаете чем я занимался ну вот мне приносили такие бланки с подписью Сталина и специальные чернила я заполнял эти бланки и потом они уходили в архивы поэтому для меня там архивы или показания свидетелей это все не аргументы потому что как правило через это только обман такой стратегический происходит показания свидетелей это десять человеком присутствовал скажем но он прокуплен и он да вот это вот так вот все было поэтому нельзя доверять никому помните как я говорю так Виктор Алексеевич меня больше удивило ну как бы в России это была известная информация меня удивило что это был французский документальный фильм показанный по французскому телевидению почему им эту информацию именно сейчас дают ну видите здесь отчасти там же и коммерческие просто проблемы надо иногда как-то привлечь внимание вот и часто это дается тогда когда это уже мало влияет на происходящее сегодня чаще всего это так происходит тайно раскрывается когда они уже не работают как-то на текущий момент но пожалуйста еще какие-то есть вопросы пожалуйста известно что одно из недействующих средств контроля людьми это централизованное снабжение энергоресурсов и сегодня очень широко обсуждается вопрос об дистопливных включенных энергии известно ли вам какое-нибудь конкретное применение где на них можно посмотреть если они есть и какие ключники следует прочитать изучить что происходит представление у них получить да действительно управление человечеством осуществляется за счет того что и по энергии наиболее эффективные схемы блокируются и и по питанию точно так же по продовольствию то есть вот если вы возьмете foresight заказанные английским правительством там будет один да беда с едой надо в общем как-то централизовать нельзя это доверять национальным правительствам всю еду надо сконцентрировать в одних руках и тогда будем делить и всем хватит а если каждый начнет для себя что-то выращивать в Соединенных Штатах даже сейчас запретили на своих участках для себя что-то выращивать дома потому что там не проконтролировать и так далее поэтому я не берусь вам сегодня вот рассказать о всех там источниках энергии которые действительно сегодня умышленно не разрабатывается ну прежде всего конечно вы прекрасно знаете что это H2O да незаменимая если научиться значит разделять воду эффективно на водород и кислород то обратная реакция соединения водорода с кислородом выделяет огромную энергию а на выходе у вас только вода и такие сегодня разработки есть хотя конечно же вот подобного рода разработки блокируются потому что нефть сегодня основной источник формирования финансовых королей да вот ну известны опыты Тесла по снятию электричества с ионосферы вот и действительно земля и ионосфера это мощнейший такой конденсатор где колоссальные энергетические ресурсы заложены и в общем-то можно было бы вместо вот тех изобретений которые выливаются в атомные электростанции в ядерное оружие вот если прорабатывать такие схемы то они конечно давно могли бы стать работоспособными вот потому что самое страшное на что способна человечество это атомные электростанции это же отходы которые тысячелетиями остаются на нашем космическом корабле на котором мы летим и мы их никуда не спрячем тем не менее это все продолжается ну и есть на сегодня интересные такие технические разработки вот они докладывались мы проводили несколько раз симпозиум по зеленой энергетике вот здесь самое главное в том что сегодня нет желания на уровне концепции выходить на оптимальность точно так же как в питании вы прекрасно знаете разработки вот академика Несмеянова он был президентом академии наук СССР и был ректором ГУ он просто показал нерациональность энергетических систем человечества ныне действующих он показал что для существования человека для его энергетического обмена достаточно энергии которая падает от солнца на один квадратный метр земной поверхности вот собственно если в килокалории переводить то это вполне достаточно но мы не умеем воспринимать эту энергию солнца хотя возможно адам и ева до того как яблочко попробовали они такими способностями обладали это значит использование энергии солнца и энергии ну праны как говорят или энергии вакуума потому что вакуум это не пустота в принципе от бога я думаю человеку даровано вот эту способность вот эту энергию кто использует но мы не хотим значит использовать солнечную энергию для собственного функционирования мы поручаем это растение вот мы посадили растение и давайте там так сказать растут овощи и фрукты а мы потом их потребляем это уже один раз переработанное но там кпд 0,2 процента то есть 0,2 процента от солнечной энергии усваивается растительным миром растительный мир это усвоил можно было бы употребить этот продукт и тогда у вас кпд был бы достаточно высок но мы не пользуемся чаще всего этой растительной энергией мы перепоручаем это дело баранчику да и теленочку ну-ка съешь эту траву вот когда ты съешь ну тогда я и значит мне будет попроще но когда теленчик съедает эту траву то он в лучшем случае усваивает 7-8 процентов от той энергии которая содержалась там а все остальное куда все остальное в навоз и загрязнение атмосферы вот а когда мы потребляем значит телятину то это чуждый для нас белок который в общем не совместим с нашим поэтому там нужно разорвать на мелкие фрагменты да там так сказать затратить колоссальную энергию и вот если вы эту цепочку просчитаете то от миллиона энергоединиц солнца мы для себя потребляем от миллиона одну единицу примерно так если пересчитать поэтому в то время как допустим вы знаете что академик уголев в свое время показал что у человека есть две системы питания одна когда он кормит себя а вторая когда он кормит свою микрофлору а микрофлора уже кормит его но та микрофлора которая кормит нас и которая не патогенна а полезна для нас она от бога нам дарована ее порядка 500 видов и она способна жить и функционировать только на естественной пище которая нам досталась от бога пища не нагретая выше 45 градусов вот и казалось бы вот ну разумно было бы вот уйти от этой переработки перейти на растительную пищу более эффективно и значит и заболеть невозможно при таком режиме питания если взрастить в себе эту микрофлору здесь не надо только воспринимать это как такой совет мгновенный для этого нужно плавно перейти но это не выгодно для бизнеса на питание людей то есть людей надо настроить так чтобы они потребляли все и вся тогда на них можно зарабатывать тогда они значит несут деньги за питание они при этом потом гарантированно пойдут за таблетками и в общем на них можно серьезно зарабатывать поэтому беда конечно не в том что мы что-то не понимаем а беда в том что сегодня вся машина концептуальная задействована на интересы корпораций в любом вопросе куда бы вы ни посмотрели но не на интересы самого человека вот пожалуйста мне кажется что корпорации не мешает у нас 80% территории пустые не мешает выехать из города посадить сад и жить кушая от солнышка занимаясь развивающими делами вообще и и англичане со своими пулями на протяжении многих столетий именно занимаются почему-то только нами а другие народы смогли за 20 лет в пустыне поднять небоскребы пески ну любое чудо показать в саде фронтской генезийской и так далее но мы все время подойдем корпорации и англичан хотя у нас рядом мы садим живи строй и уровень активности проактивности общества наверно нет телевизора и и и и и и и и и подозрев и и и и и и и и и даже в душе нечто, мы все-таки становимся заложниками той информационной матрицы, которая зависает над нами. Вот, вы знаете, ну как, что такое человек? Человек же не рождается человеком, да? Он появился просто существо, поселите его в стае обезьяны, в стае обезьяны. Так вот, почему вы говорите, вот англичане у нас стреляют, да потому что на Земле нет иной цивилизации, которая противостоит на мировоззренчатом уровне, но не в смысле противостоит, а просто иначе понимает мир. Вот все, что мы видим, нет ни одного региона, который бы сформировал достаточно встроенную альтернативную систему организации жизни на Земле, да? То есть есть там Китай, есть Индия, есть Африка, но нигде нет взглядов на то, как организовать жизнь иначе. Весь мусульманский мир, он по сути находится все-таки под пятой библейской концепции управления, так же, как и Россия сегодня по факту. Но в душе у народа, в общественном сознании всегда есть представление о том, что можно организовать царствие Божие на Земле. И вот это является основной угрозой, основной угрозой для западной библейской концепции. Вот такая именно концептуальная альтернатива. То, что там, допустим, Сингапур или Япония достигли каких-то чудес и успехов, это все укладывается в русло ныне действующей концепции. И вы знаете, вот как это может быть не обидно, так может звучит, но если говорить о цивилизационных установках русской цивилизации, то они радикально отличаются от Запада. Запад – это цивилизация материи, да? Восток – цивилизация духа. Русь – цивилизация меры. Русь никогда не была голодна, но и никогда не была сута, да? Я вам приведу такой пример, почему это, в общем-то, мудро вот с цивилизационной точки зрения, хотя так, с обыденных позиций, конечно, немножко обидно многим из нас, наверное. Дело в том, что проводился такой опыт неоднократно на мышах, вы знаете, что мыши, в общем-то, если смотреть даже по геному, там от человека очень мало чем отличается, там, ну, доли процента какие-то в генах, а так, в общем-то, многие процессы, они моделируются там прекрасно. Так вот, устраивали такой, эта информация есть, ее можно найти в интернете даже, устраивали такой рай для мышей, то есть выстраивали дом, ну, идеальный абсолютно, там все условия по температуре, по влажности, все убиралось, все чистилось, корм любой какой-то, о чем только может мечтать мышка. И вот в этот рай поселялось 4 пары мышей, да? Они от счастья были вне себя, вот, очень быстро размножались, плодились, там быстро-быстро росла численность, но поселение было рассчитано, ну, там, я не помню, примерно на 1200 мышей, но никогда за все эксперименты не, численность не превосходила потом 600 мышей. То есть, через несколько поколений, вот, в состоянии такого полного достатка происходило нечто абсолютно непонятное, ломался генетический код, мыши становились гомосексуальными, они вообще переставали вступать в нормальные отношения половые, прекращалось полностью, значит, производство потомства, и все до последней мыши умирали. Вот при том, что полное, значит, благополучие и рай. Вот, поэтому, когда мы, вот, мечтаем о, значит, американском образе жизни, то я иногда задумываюсь, что может быть, потому что сейчас глобальная задача, которая решается, вот, в рамках концепции западной, это сокращение численности населения. Так вот, один прием сокращения численности населения, вот как с мышами, то, что я вам рассказал, потому что то, что создано в Америке, когда огромная страна живет исключительно за счет других, они, ну, печатают деньги, естественно, и сами не работают, но так, как нужно, но, тем не менее, живут лучше всех, до 45% энергоресурсов потребляют и всего прочего. И что произошло? Ну, я не помню там цифры, но 60-80% населения физиологически нездоровые, то есть, ну, это, по сути, погибающая нация, и она прекращает свое существование. Вот. А второй способ сокращения численности населения, который мы еще не осмыслили, но который у нас применяется, это скученность проживания. Вот то, что вы сказали, это действительно так. Действительно, это самый большой парадокс, что у нас несметные просторы, причем природа такой красоты и такого очарования. Я вот только что был, значит, вот в Демянском котле на дне Победы под Старой Руссой, где очень много погибло наших, и там дед мой похоронен, недавно нашел его могилу. Вот так, вы знаете, но подобной красоты увидеть где-то на земном шаре, я все страны мира объездил практически, но это просто сказка, об этом невозможно рассказать. Вот так вот, горушки, лес, речка, на горизонте так вот прямо видно, как она бурлит там, так сказать, ну просто неописуемая красота, и все это брошено и пусто. А почему? А потому что есть второй опыт с мышами, значит, создавали такой виварий, значит, многоэтажный, и всех мышей поселяли в этой виварии плотно-плотно друг к дружке. Но проблема в том, что человек, так же как и мышь, он обладает своим биополем, и ему нужно какое-то пространство для собственного развития. Так вот, когда мы шеи поселяли в таком виде, они тоже все, значит, генетика ломалась и прекращалась воспроизводство уже в третьем-четвертом поколении. И вот у нас сейчас готовится книжка к изданию, она будет называться «Экономика инвестиционного развития». Вот, там будут эти две картинки представлены. То есть у нас же вся экономика, сейчас это не экономика, это хребатистика, да, о том, как богатство сделать. А вот экономика, как организовать народное хозяйство, такого учебника вы не найдете. Вот мы сейчас такой учебник, наш университет в ближайшем, ну, в течение месяца, видимо, он уже выйдет из типографии. Так вот, там будут две картинки. Фотография вот этого вивария, абсолютно губительного для мышей, разница в чем? Ну, четыре поколения мышей или там пять можно отследить там в течение года, да, а пять поколений людей можно отследить в течение двухсот лет. Поэтому картинка будет та же самая, но только результаты ее будут гораздо позже. Так вот, там фотографии этого вивария и фотографии нынешних жилищных комплексов, они вообще ничем не отличаются. Вот как будто, ну, просто масштаб немножко изменен, а даже конфигурация вся, вот она один в один. Поэтому списывать это на то, что у нас вот народ плохой, я бы не стал. Это очень умелое, тонкое зомбирование людей, отработанное веками, из которого невозможно, ну, в общем, очень сложно выйти. Только единицы могут выйти, вот как-то осмыслить это все. А большинство воспринимает, ну, вы знаете, вот человек появился, белый листочек, попал в стай обезьян, стал обезьян. И как в типографии? Белый листочек. Какая культура, какой информационный код завис над ним? Бах, отпечаталось, вот получился на листочке тот или иной текст. Так и человек. И вот его заранее зазомбировали на то, что, ну как, город это круто там, так сказать. Поэтому нужно как-то прививать моду молодежи к жизни в природе. И такая мода сейчас, ну, действительно, овладевает умами нашей молодежи. Но помимо моды и помимо желания молодежи, нужна, конечно, государственная поддержка. Нужна государственная позиция, что это, в общем-то, и есть будущее нашего государства. Потому что, если мы это не поймем, у нас прибыль-то, как вот Набиулина, когда была еще в правительстве, она выступала, говорит, да, вот у нас надо всех переселить в города, потому что там доходность на 2-3% выше. Ну, доходность-то выше, и прибыль можно получить, но народа не будет. Вот в чем вопрос. Вот, как бы, вот таково миропонимание. Сегодня нет людей государственно мыслящих и понимающих, что такое вообще цивилизация, что такое управление. Вот, все либерально-рыночная догматика – это деньги и прибыль. Вот, прибыль сегодня. А что будет, хотя вы знаете, по буддизму даже, там, говорят, ну, то, как мы живем, это прежде определено. А нам надо подумать, как будет жить седьмое после нас поколение. А мы живем, ну, интервалами, вот, трех дней до трех месяцев. Дальше уже у нас не хватает, как бы, фантазии. Вот, поэтому тут вот вопрос такой непростой, что вот, что это, ну, вот, просто народ у нас плохой, поэтому он и не едет в красивые места. Его выстроили так, и так выстроили экономические механизмы, но надо просто менять общественное сознание. Количество, количество активистов, которые понимают это по мегаполисам, оно уже, наверное, дошло той стадии мысли, что, ребята, давайте одно на России поселенице сделаем, хотя бы из 30-40 домов, и покажем, как это красиво в Ютубе. И как-то вот, что у кришнаитов, что у коговцев, что и так далее. Вот этот шажок маленький на одну деревню, которую пять тысяч выкинули. А это любой менеджер целения звена, там, скинулись, там, эти дома, виссарионцы почему-то смогли, там, кушать. Нет, да, я согласен с вами, что вот такие отдельные порывы, они ничего не решают абсолютно. Вот, нужно менять общественное сознание в целом, нужно менять человека, и, в общем, это не одномоментный такой процесс, хотя, конечно, ну, и идеи, и продвижение их в массы, и конкретные примеры, но чаще всего примеры эти разрабатываются в рамках прежней концепции для того, чтобы опорочить эту идею. Вот, в частности, движение Анастасийцев, я знаю, что, ну, вроде такие хорошие там ребята подобрали, но они не понимают, что эта разработка, выполненная в Швейцарии, она, в общем-то, призвана как-то снять вот эту уже вызревшую, как бы, в умах народа идею, как вот в свое время, значит, ведь что такое управление общественным сознанием? Это такие прививочки. Помните, у нас работа, она называется «Сад растет сам» со знаком вопроса. Вот, всем кажется, что, ну, как сад, конечно, он сам растет, но есть садовник, который действительно, он не способен никакой росточек, вот, как бы, ну, вот, взять его и за уши вытащить, он просто наблюдает за садом и каким-то росточком позволяет развиваться быстрее, а каких-то, наоборот, каких-то, наоборот, глушит. Вот, точно так же, концептуальное управление, оно, почему невидимо? Потому что оно не создает никаких ни движений, ни партий, ничего. Оно просто что-то аккуратно постригает, чему-то дает аккуратно развиваться, незаметно. Вот, видят, что, ага, в 17-м году, допустим, владела идея справедливости умами народа уже настолько, что она, ну, как бы, так сказать, так или иначе проявилась бы как-то. Тогда быстренько, раз, прививается такая прививочка марксизма, да, на Западе разработана эта подлянка, в общем-то, извращенная, которая ничего общего не имеет ни с чаянием нашего народа, ни с нравственностью, ни со справедливостью. Это имитатор, такой метрологически несостоятельный и неперспективный. Эта прививочка делается, а все, поскольку болеют этим делом, и все кричат, да здравствует марксизм, и вперед. И вся страна пошла, да, строить вот это. И пошел этот, эта прививочка пошла развиваться, да. Вот, потом, в 91-м году, внуки тех, кто в 17-м год творил, закричали, там, бей коммунистов, и вся страна за ними начала этот лозунг произносить. Вот сейчас точно так же нам могут, вот, вызвала ситуация, что народ понимает, дальше нельзя так жить в этих, значит, загазованных, уничтожающих сущность человека городах. Вот, ну, на мой взгляд, перспектива городов где-то лет 50, потом их не будет как образа жизни. Но как это произойдет? И вот сейчас, чтобы не вызрало что-то цельное и здравое, вот, подбрасывается такая идея. Вот, ребята, вот, здорово, смотрите, вот Анастасия есть, там, Анастасийцы. Давайте каждому по гектару, и вот это будет хорошо. А для чего? А для того, чтобы дискредитировать эту идею жизни в природе. Потому что жизнь в природе, она невозможна, там, ни в землянках, ни каждому по гектару. Каждому по гектару это, ну, единоличники, не объединенные ничем. Главное не в том, сколько каждому земли, а в том, что их объединяет. Какая интегрирующая идея, чтобы мы страну не потеряли, каждый за своим забором. Вот, поэтому сейчас очень много фальсификатов на этой почве. И, ну, вот, у нас научная школа сформирована, которой этой идеей очень серьезно занимается. Но быстро это не продвинуть, что называется, в жизнь. Хотя, нужны, конечно, и конкретные примеры. Ну, примеры здравые, чтобы формировалась какая-то перспектива. Вот, на этой неделе я встречался с руководством Псковской области. Ну, и мы договорились, нашему университету будет поручена разработка стратегии развития Псковской области до 2030 года. Вот мне представляется такая область, как Псковская. Это из разряда, и последние будут первыми. То есть она сегодня не депрессивная, но там уникальная совершенно природа. Там уникальная экологически чистая земля. И там с умом можно распорядиться этим потенциалом, потому что таких земель сейчас просто нет на земном шаре. Вот настолько чистых и ценных. Поэтому там и бизнес-структуру можно развивать на почве здорового питания, экологически чистой продукции. И в то же время можно сохранить, то есть не считать, что отсутствие вот здесь промышленности – это недостаток. Вы знаете, что по оптимальной структуре землепользования неплохо было бы иметь 42% земли, куда не ступает нога человека. Только воспроизводство биоцинозов. И все. Человек туда не имеет права зайти. Туда могут заходить только ученые, исследователи. Вот. 40% – это территория, куда человек заходит, но там ничего нельзя ни строить, ни производить. Только можно погулять, восстановить свои силы, собирать грибы, там еще что-то. Вот такие рябки. Может быть, не так просто найти вот в Псковщине, какое есть здесь. Что-то я прямо нажал. Перестало говорить. Ну, может быть, вот здесь кнопочка. Поэтому сегодня вот не только по Псковской области есть такой очень серьезный интерес, но и по ряду других регионов. И, в общем-то, мы выполняли даже для стран, для межпарламентской ассамблеи СНГ. Наш университет выиграл конкурс, и мы выполнили такую разработку, которая связана с обеспечением безопасности стран-членов СНГ. И мы там как раз начинаем с экологии. Это принципиально новый подход. Этот закон уже утвержден сегодня. Его можно найти на сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он прошел у нас рассмотрение на Совете Федерации. Так что подвижки здесь есть достаточно серьезные. Ну, пожалуйста, еще. Игорь Алексеевич, а выскажите, пожалуйста, вот сейчас в интернете много информации о вулканах, супервулканах США, Йоуфтолнах. Вот мы помним, как два года назад в Европе, помните, было извержение, как спекулировали на нем. Вот как раз зона Евро, вот там везде и пепел этот был. А здесь вам не кажется, что то же самое? Или все-таки... Нет, ну действительно, если посмотреть на происходящее в мире, то мы не можем не замечать некую вот такую статистику происходящих даже природных катаклизмов и каких-то явлений в жизни общества. Это действительно свидетельство о том, что мир единоцелостен, что есть нечто, что над нами. Иногда все происходящее на Земле настолько как бы вот раскрывает суть глобальных систем управления, что многие пытаются прибегать к пояснениям, связанным там с участием внеземных цивилизаций, и, значит, с инопланетянами, то здесь очень важно иметь чувство меры. То есть, с одной стороны, понимать, что все природные явления, происходящие в обществе, действительно взаимоввязаны, но с другой стороны, и не доходить до того, чтобы в каждом шаге видеть кару Божью и, как бы так сказать, что это обязательно, знаки судьбы, и тем более притягивать какие-то явления, которые сегодня непонятны для, в общем-то, для человека. Так что здесь много таких проблем, хотя вы знаете, вот мы в Турции, в частности, эту проблему обсуждали. Вы знаете, что в Коране, допустим, говорится, что бог Сириуса, да, там, так сказать, это 53 сура, по-моему. Вот. 29-й, 40-й, 53-й сих. Вот. То есть, есть некие такие очень значимые явления в мироздании и на уровне астрологии, и на уровне, вот, перехода, скажем, земного шара в созвездие Водолея, но во всем этом нужно все-таки понимать истинные причинно-следственные связи и не, в общем, не подвергаться воздействиям целенаправленным, когда, так сказать, для того, чтобы одурачить человечество и чтобы оно не обращало внимания на текущие проблемы, вот раскручиваются разного рода темы, инопланетяне, вот летит комета, вот земной шар развалится, и тогда, да бог с ним, со всем происходящим, лишь бы там комета на нас не налетела. Вот надо видеть здесь и то, и другое. Ну, пожалуйста. Николай Алексеевич, то есть, пожалуйста, вы знакомы с творчеством Алина Деланда? Да, да. Скажите, пожалуйста, с точки зрения концепции, в нем ли его информация, который он подает, как в голосе действует? Можно ли там, где примеры, так открыто и как надо это описывать? Или с фотографиями для этого дела? Ну, видите, Владимир Зеланд, он издавался как раз тоже вот там же, где издавалась моя книжка, вот там издатель, издательство весь, Лисовский, то есть, короче, такой очень серьезный думающий человек, но в чем проблема, вот, допустим, и Владимир Зеланд, да и многих других сегодня там и исследователей, и аналитиков, и политиков, дело в том, что они берут какую-то частность, очень серьезно сострадачиваются на ней и абсолютизируют ее, то есть, чем отличаемся, вот, чем отличается наша школа? Наша школа отличается тем, что мы стараемся видеть всю матрицу происходящих событий и понимать вот эту мозаику, потому что, как бы вы не раскрасили одно маленькое стеклышко, оно для вас может просто затмевать все остальное. Поэтому, ну, там действительно такие вещи, вот, в общем-то, для нас понятные, что вначале было слово, да, условно говоря, и, конечно, можно себя запрограммировать словами, настроениями, формированием будущего, но нельзя, значит, этот инструментарий видеть как средство решения всех проблем. Вот давайте, значит, начитаемся, значит, Зеланды, и теперь все будем счастливы и все будем, значит, удачливы. Так не получится, надо изменять мир, вот, а каждый в отдельности, если начнет формировать свое счастье только для себя, то это как раз то, что вряд ли нам поможет, вот, поэтому, поэтому вот в таких вопросах важно чувство меры иметь, ну, интересоваться всем, но, еще раз говорю, главное понимать всю матрицу и видеть всю мозаику. Пожалуйста. Два года назад в университет приезжал дедушка Шахтрест из Америки. Он, руководитель проекта «Венера», у вас были какие-то серьезные, серьезные приемы, и вот сложилось впечатление, что вы это серьезное понимание, все, что он, как бы, в своем проекте говорит. Ну, на самом деле, в принципе, это проект «Венера». Ну, даже потому, что, когда ребята задавали вопрос к Богу, к Богу, и не понимали, зачем. То есть, для него, для него, здравственность – это личное, и даже на третий раз основное, как сказать, общество потребления, где комфортно проживать, не комфортно проживать определенному количеству населения. Он не говорит про… Да, я абсолютно с вами согласен, да. Игорь Васильевич, извините, мне показалось, что вы, человек, концептуал, и пригласив его, и тем самым, как бы… Ну, снизили наоборот уровень, да. Снизили, и не договариваете, не мог, и, как бы, пенетесь у него на поводу. Это не добавляет вам… Ну, спасибо за то, что вы наблюдаете за разными нашими шагами. Но я скажу, что мы, конечно, прекрасно понимаем, что такое Жак Фреско, понимаем, что такое толпалитаризм. И это не было моей инициативой, чтобы я вот сказал, ну-ка, давайте вот пригласим такого специалиста. Вот у меня очень серьезные инициативы, молодежные. Значит, они ряд инициатив носят такой федеральный уровень, ряд инициатив вот здесь Северо-Запад, на уровне Северо-Западного круга распространяется. И я стараюсь минимизировать вот свои такие административные воздействия на происходящее там с ребятами. Ну и каждый из них в меру своего понимания знакомится то с теми знаменитостями, то с другими. И, по сути, там на наших ребят вышли организаторы этого проекта. Ну и вот когда ко мне пришли, ну, у кого-то там, так сказать, вот, ну как вот, человек такой очень знаменитый, раскрученный, вот как бы с ним повстречаться. Ну, повстречаться ведь можно для того, чтобы развенчать, в общем-то, его величие. И там мы как раз и наблюдали, что ребята, когда посмотрели, они убедились, что да, за этим величием ничего такого, чтобы не было ни одного вопроса, по которому он бы, ну, имел понимание выше нашего там студента-активиста. Вот, поэтому мы просто не отказываемся от встречи с самыми разными людьми. У нас вот Болгарев недавно выступал, вот приезжал, вы знаете, пермакультуру, вот ведет австрийский, значит, Зепхольцер, он у нас дважды выступал тоже. Вот, в понедельник у меня будет встреча, приезжает к нам в университет, из Московского университета, наиболее известный специалист по проблемам истории и прошлого, да, Чудинов, вот, Чудинов, в понедельник у нас будет выступать. Вот, то есть, факт приглашения в университет, это не признание, как бы, так сказать, единства идеологического, а это, в общем-то, знакомство со всей гаммой имеющихся сегодня в обществе тенденций, движений, чтобы мы знали и своих, и чужих, и единомышленников, и, там, идеологических противников, и просто людей, мало разбивающихся в чем-то, но вокруг которых создан серьезный ореол. Это, в общем-то, такая практика нормальная, на мой взгляд. Так, пожалуйста, еще вопросы есть? Раньше переводились деньги, как бы, избежать инфляции, банк говорил, что надо убрать количество какой-то денег и перевести это, купить облигации. И, конечно, это огласилось, и теперь просто с помощью властей и с помощью властей деньги переводят просто на счета чиновников, никакие в облигации даже не нужны. Вот, как вы смотрите на это, какие-то проекты, если просто деньги, типа, рекой утирают из страны? Как, наверное? Ну, видите, по деньгам, конечно, тут это такой мой любимый конек, отдельная встреча, наверное, поэтому я скажу, сейчас деталей там очень много. Ну, чтобы вы понимали по-крупному, ведь как делается? Есть глобальная финансовая система, да? Есть, конечно, инсайдерская информация всегда о том, какой маневр, значит, готовится. И, конечно же, вот, вы, надеюсь, понимаете, что как и что делается. Вот у нас так была относительно спокойная ситуация. Потом, помните, как-то Улюкаев сказал, когда упал рубль почти в два раза, да, он сказал, что это оптимальный шторм, который мы сами же и придумали. Ну, то есть как-то так он, ну, вроде как пошутил, вроде как проговорился. Вот, это действительно так. Знает ли об этом Улюкаев или нет, но такие штормы, они готовятся. Есть люди, которые знают и понимают, когда и что произойдет. Так вот, эти люди, накануне этого шторма, все свои денежки, заработав, да, этого в рублях на чем-то, они все абсолютно перевели в валюту. Ну, те, кто реально, там, кстати, считает реальное управление. Значит, они перевели в валюту, рубль упал резко, и когда он упал, то тогда они эту валюту перевели в рубли, а на эти рубли купили облигации, ну, вот эти самые, значит, облигации там и купили акции компании. В этот момент купили акции. Народ-то не знает, куда что дальше потечет. Они купили акции, и сейчас вот с момента падения рубля по сегодняшний день акции выросли в цене примерно на 40%, понимаете? Там, значит, доход на 100%, и здесь сейчас за 3 месяца 40%. Теперь они вовремя эти акции продадут, опять получат рубли. Поэтому это такая совершенно очевидная игра, которая никак не связана, к сожалению, с реальным сектором экономики, и наша экономика превращена вот в этот, в общем-то, ну, такой вот игральный дом, да, который, да, вроде казино как бы запрещают часто, а вот здесь оно работает на полную катушку, а заложниками становятся, в общем-то, простые люди, потому что они никогда не знают этих тенденций. Вот, поэтому по деньгам бесполезно там пытаться, вот, вы когда-то узнаете тенденцию, допустим, по акциям, вот, если вы сегодня ее узнали, то знайте, что уже, значит, поздно теперь в акции вкладываться, теперь там уже другой маневр готовится, и так все время. Вот, если вы думаете, что там, когда у нас, помните, ГКО там росли, там, на 100-200% в год, там, какие-то вообще сумасшедшие, фантастические пирамиды выстраивало само государство, ну, раз, все рухнуло, но тот, кто обрушил, он-то до этого вывел все деньги из ГКО, ну, это еще со времен голландских луковиц, там, помните, тюльпанов, все известно, ну, это настолько примитивно, поэтому здесь бесполезно по частностям говорить, мы просто говорим о том, что в стране нужна новая концепция денег, вот та концепция денег, которая сегодня у нас функционирует, она ее так, если двумя словами обозначить, то это деньги, господин, вот, главное это деньги, все остальное это ерунда, это купер, а должно быть, как, а должно быть, деньги это слуга, когда главное это человек, это кадры, это сырье, это энергоресурсы, это технологии, это фабрики, вот, а деньги-то это ерунда, вот, в этой концепции новый денег, деньги просто отраженный свет реальных возможностей, так должно быть, то есть, не может в обществе не хватать денег, может не хватать, там, энергии, может не хватать рабочих рук, но не может не хватать денег, потому что деньги это просто информация, на бумажных или электронных носителях, я вот часто привожу примеры Сталина в 30-м году, как он бы тоже мог сказать, как сейчас говорят, денег нет, но он-то одновременно заложил, одновременно, практически там, вот, в один момент, строительство 1500 заводов, одномоментно, что деньги у него были, он начал строить 1500 заводов, ну, строек, таких как Днепрогресс, таких как, там, Харьковский тракторный завод, ну, такие вот, КАМАЗ, вот такого масштаба, 1500 таких предприятий, а за 10 лет построил 9000 предприятий, вот вам, что значит иная концепция денег, когда, и Сталин, когда заявлял, так он говорил, что главное обеспечение это реальный продукт, который производится, а не золотовалютные запасы какие-то, или там, и не доллары, как сейчас считают, что главное доллар или не доллары, это кто-то печатает, а мы вместо стеклянных бус берем даже бумажку, вот, поэтому о деньгах тут, может быть, сейчас подробно говорить сложно, речь идет о том, что просто нужно радикально иначе взглянуть на место денег в системе страны, помните, как во времена ОНЕ, ну, если человек не умеет работать, он там не способен, там не способен, ну, он решил работать в банк, одевал там эти, на рукавнике, счеты ему давали, он сидел в банке работал, то есть, там была самая такая непрестижная, и это действительно работа, которая не требует какого-то творчества, вот, заводы, фабрики, сельское хозяйство, вот что должно быть в основе. Пожалуйста. Не говорите о том, что вот вы являетесь нехомерно, если лицом концерции определенной территории, а может быть, должны быть бойцы боевые говоруны, которые разбираются неплохо, познают все эти стандарты абзацев, а вы бы это время потратили, вот, мне было приятнее, если бы вы рассказали не нам, ребята там, которые сказали, а вы бы сейчас три встречи провели там в вертах, и немножко уже серьезно, то есть, может, хромает концепция тем, что мы, как Сталин, не воспитали замену, и вот это вот надо доработать, какой-то лагерь какой-то сделать круглосуточный, 70 вузов, я думаю, там, бурые ребят, которые влились бы, может, ресурса нет, помещения, чего нет. Ну, я бы и не сказал, что я как-то лицо концерции, я просто один из тех, кто, ну, кое-что почитал, кое-что понимаю, и, соответственно, то, что я понимаю, я рассказываю, но если вы думаете, что я мог бы провести это время более продуктивно, то я в этом сомневаюсь, потому что вот как раз наверху желающих послушать очень немного, ну, я вам скажу, да, недели три назад была моя лекция в Академии Генштаба, где присутствовал весь профессорский преподавательский состав Академии Генштаба, и, в общем-то, достаточно так интересно мы провели разговор и с руководством, там и везде, то есть я приводил как раз в пример и Украину, и Советский Союз, что, в общем-то, не военное оружие определяет, как бы, перспективу. Мы можем иметь хорошие пушки, танки, самолеты, но Советский Союз рухнул, тем не менее, да, вооруженный до зубов. И Украина была с неплохой армией, но от страны ничего не осталось, да, вот, поэтому вот такие выступления бывают в разных местах. А что касается, вот как вы говорите, там, среднего звена, я тоже, я же не являюсь, я просто, ну, да, вот, просто побольше многих других, может быть, уже как-то занимаюсь этой темой, она меня интересует. Там, где меня просят, я, конечно, выступаю, рассказываю, хотя тоже своих-то вопросов таких служебных хватает, чтобы там этим заниматься профессионально, но дальше таких как раз людей, вот, в среднем звене, сегодня уже, на мой взгляд, достаточно, практически во всех регионах, так или иначе, эта информация продвигается. Но что нужно для того, чтобы ее продвигать аудитории, тысячные стадионы, я не уверен, потому что там создается такая взвинченная массовка, которые ничего не понимают, но вот что-то модное там, помните, значит, у Пушкина об этом как раз, да. Но здесь разные формы работы нужны, иногда беседа с глазу на глаз, там, с одним, двумя, тремя человеками, она может оказаться гораздо более продуктивной, потому что они потом породят школу какую-то научную, серьезную, вокруг себя создают актив. Так что, на мой взгляд, сегодня, вот, так, такое правило я бы применил, говорят, из трех зол ошибка, перестраховка и бездеятельность – наименьшее зло первое, потому что, поняв ошибку, ее можно исправить, а перестраховка и бездеятельность лишают вас авторитета. Вот, поэтому, вот, сегодня надо не стесняться, там, ну, вот, приглашают меня, ну, я выступаю, значит, ну, говорю, как я понимаю, да, там, скажи, я в чем-то ошибаюсь, может, что-то не надо было говорить, может, что-то надо было сказать другое, но это я, я могу сказать только то, что я понимаю. А истина, она не может быть абсолютизирована никем. Вот, Божий промысел и Божья истина, она, вот, распределена между всеми нами. Я это, вот, особенно в Турции подчеркивал. Я прямо говорил, что, вы знаете, я посланник Бога, вот, для вас. Но так же, как каждый из вас, посланник Бога для меня, потому что я знаю вопросы те, которых вы не знаете, и в этом смысле, да, вот, Бог меня, наверное, к вам послал. Но ряд вопросов вы знаете гораздо лучше, чем я, потому что в этом смысле вы для меня являетесь посланниками Бога. Поэтому, вот, каждый из нас должен все-таки понимать, что люди от Бога-то все равны, и нельзя никого, в общем-то, абсолютизировать, там, и в понимании, и в истине. И каждый из вас, вот, сидящих в этом зале, должны понимать, что вы как раз являетесь, вот, наместником Бога на земле, посланником Бога. И у вас наверняка есть те аспекты, которые вы знаете на порядок лучше, чем я. И вам нужно смелее, активнее об этом говорить, ну, как минимум, у себя дома, в семье, там, так сказать, со знакомыми, на работе, потом в аудиториях, это вполне нормально, кажется. Ну, пожалуйста, женщину. Виктор Алексеевич, вы много раз говорите, повторяете, что вы родных в Курской области, ваши родные края, головы западли Богом, то есть депрессивные и он, и прочее, прочее. Но у нас и ваш отец там похоронен. Отец или дед? Отец. Отец похоронен, то есть он погиб, защищая землю. Вы с нее, мы просто смотрим прямо на вещи, глаза, да? Правда, глаза. Вы сами уехали из Курской области, покинули родину. В одном из своих интервью вы сказали, что чем земля пустует, пусть там мигранты, прочее и так далее. Так вот, я хочу спросить, не является ли это предательством своего рода? Наша Русь, если мы с вами помним историю, вот я лично застала, когда нам в четвертом классе рассказывали, что Русь жила, родовая община была устроена. Родовая община, она отменена. Право было отменено, какое у нас крепостное, да? Крепостное. 1861 год. Это наши прадеды, отлично мои. Все это перекликается и с историей можно сопоставить очень легко и просто. И земля, родовая община, каждый род, он был на своем месте. Каждый сверчок знает свой шесток. Откуда ты родом? На этой, где родился, там и сгодился. То есть, вот это перемещение, то, что у нас в стране, то, что у нас сейчас вот русские именно встают. Мы русские, мы на своей земле, мы хотим быть тем, кем мы были всегда. Не потому, что там кто-то плохой, а потому, что мы здесь дома. Мы здесь родились, растем и прочее. Мы за эту землю умирали. Возрождение вашего проекта на 30 лет рассчитано, да? В Сковской области. Как-то в этом проекте вы планируете участие своей семьи? Может быть, ваши дети хотят поехать туда? Ну, я понял, да, вы уже говорили, да? Хорошо. Значит, вот несколько тут тогда комментариев. Деревушка, в которой я родился и вырос, из нее некогда. Я пошел в школу, 4 человека у нас было, представляете, девушка. Сейчас там не осталось никого. Там просто физически нет никого. Поэтому, ну, при всем желании, там невозможно, значит, семьей жить. Потому, что там нет школы, там нет магазин, там нет ничего. Вот. Я свою родину, вот, как бы, так сказать, ценю и на сегодня. И, собственно, я вот одного своего знакомого из Канады пригласил, он переехал. И мы с ним там, в этой деревушке, в общем-то, восстановили сейчас 4 дома. Вот. Там просто были руины. И страшно было, как-то входишь, и ужас какой-то, как кладбище на какое-то попадаешь. Ну, сейчас мы восстановили эти дома. И думаем, там вот кое-что. Причем, вот, собирались там селян. Там их осталось, там, ну, местных, там, может быть, осталось там человека 4. Так, все-таки, еще приезжают из города. И мы сказали, что вот мы здесь попробуем что-то организовать, какой-то бизнес. Ну, как бизнес сейчас. Ну, вот, новичка, там, допустим, трава-то вся брошена, земля пустует. Ну, допустим, и сразу сказали, что ни одной копейки из этого бизнеса мы для себя не возьмем. Вот, если бы здесь нам удастся что-то заработать, то все это будет вложено в развитие этой деревушки. Вот. Ну, вот тоже, хоть человек из Канады, но он родился. Ну, не родился, а детство провел в этой деревушке. Я поражаюсь, насколько вот это все-таки чувство малой родины, оно глубоко живет там у многих в душе. Вот, что касается там, я, честно говоря, даже удивляюсь, что вот, ну, как бы, один раз я там сказал, один раз это неверно истолковали, и так это кочует уже там несколько лет. Действительно, я выступая в Институте социально-экономических проблем в Москве, говорил о том, что вот, ну, выразил свою беспокойность, сколько мигрантов сегодня приезжают в Россию. И то, что я говорил, я не призывал заселить Россию мигрантами. Я говорил о том, что сегодня реально в Россию уже приезжают, ну, приезжает самая неквалифицированная рабочая сила. То есть приезжают те вот, кто там, ну, пометают без образования, без всего. Но я говорил о том, что если бы Россия сегодня сгенерировала идею какую-то глобального уровня значимости, когда мы сформировали бы принципиальные поселения, которых нет на земном шаре, то есть вот мы берем территорию, скажем, ну, я не знаю, там, 50 на 50 километров, и делаем там вот то, чтобы там было все, и работа, и отдых, и жилье, и прочее, то тогда я говорил о том, что и поехали бы к нам туда, все равно они едут, мигранты, сегодня, но туда поехали бы уже не вот те, кто сегодня приезжает, а приехали бы, может быть, самые талантливые люди, и причем люди с корнями нашими. У нас масса соотечественников наших живет за рубежом, и они преданы России, но они не видят возможности сюда приехать. Потому что я вот обсуждал это в администрации президента, когда я говорю, а что мы можем им показать? Или вот эти в пробках стоящие, загаженные там Питер и Москва, или покосившиеся избушки деревень. Так вот, если мы предложим новую модель, так я и говорил о том, что в Россию могли бы приехать кто-то, но это те, кто гордость России мог бы составить уже в ближайшее время. И не важно, что это жил там или этом, и наши люди туда приехали бы умные, талантливые, но нам нужно сформировать вот такой новый образ жизни. Я говорил, что нам нужно обгонять, не догоняя. Не догонять Запад там. Они строят там в 15 этажей, а мы в 18. Они там стоэтажные, а мы в Москве еще выше сделали. Ну разве это наш путь? Это путь в никуда. Нам нужно обгонять, не догоняя. Ни в коем случае не идти по стопам Запада, а предложить свою модель, которая была бы интересна, в том числе и для тех, кто приедет к нам из-за рубежа. Но кто составит потом элиту русскую, а не значит продаться иностранцам. Должно быть на базе нашей русской цивилизации, на базе наших идей и представлений. Это может быть просто дополнительный фонд родовой общины? Ну в общем, здесь у нас разрабатывается модель ландшафтно-усадебной урбанизации, но пока у нас доминирует в обществе либерально-рыночный подход ко всему, когда единственный критерий, вот что делать, налево или направо? А, направо, на 3 рубля больше. Ну значит идем направо. Ну а то, что там мы идем в пропасть, это никого не интересует, потому что там сегодня на 3 рубля больше. Никаких других критерий сегодня не существует в стране. Сегодня только ВВП. А что такое ВВП? Это водка, это табак, это оружие, это вывоз нефти, разграбление страны, ресурсов. Это все ВВП называется. Так это что, нам нужно это, это ВВП? Это никакого отношения к человеку, живущему в России, не имеет это ВВП. Это вред для страны. Чем выше ВВП, тем, значит, хуже для народов, конечно. А это у нас основной критерий развития государства, ВВП. Вот, напечатали там бутылок, водки и сигарет, ну и здорово, хорошо живем. Вот, так что критерий нужно менять. Ну, пожалуйста. И еще один вопрос. Ну, вот сейчас уже пришлющий вопрос. Практически вопрос такой, связан с опасностями, стоящимися в разных проектах, в частности, с большим библейским проектом, о котором много сказано в концепции, всеми присутствующим здесь это известно. И парабиблейские проекты, примыкающие к основному, это марксизм, кранскизм и так далее. Так вот, вопрос следующий. Какие вы видите опасности для русской цивилизации вот этих параллельных проектов, проектиков, в частности, нахарский юридический проект. Их большое количество. Люди зачастую в них слабо разбираются. Отделить зерна от клеев мы. Большинство из нас не в состоянии. Вот оперативная практика, стратегическая реагирование на эти опасности. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Спасибо. Ну да, очень такой серьезный вопрос, потому что сегодня действительно ведическое знахарство одна из таких серьезных сил вот на политическом небосклоне, может быть, не очень проявленная, но в основном сегодня как либералы одна из сил доминирующих в обществе. Православная церковь, это и все, соответственно, церковные ордена. И вот ведическое знахарство. Причем ведическое знахарство, оно действительно для очень многих патриотов очень привлекательно, потому что, ну, у них есть знания достаточно глубокие, но они их дают порционно, как бы, ну, не то, что, может быть, по злому умыслу, просто там тоже система посвящения, она такая, как бы, так сказать, по разным причинам решиванированная. Вот. И каждый из них дает достаточно серьезную информацию, но проблема в том, что если посмотреть на стратегию вот этих предложений, ну, они же вот ТВ-3, даже там канал, по сути, да, практически, он так вот по линии ведического знахарства идет, но они на телевидении представлены, поэтому... Вот. Если посмотреть на подход вот такой в целом, то они по преимуществу замалчивают концепцию, и, хотя вот Данилов часто упоминает и в хороших словах, значит, концепцию, но они не дают все-таки целостность, и если посмотреть поглубже, то, собственно, они не верят в возможности размытия толпы элитаризма. И вот до смены логики, возможно, это было и так, но сейчас ситуация другая. Они по-прежнему считают, что управление в обществе можно вести только по системе толпа элита. И суть их проекта сводится к тому, что вот сейчас там библейство крышевало, как бы, так сказать, эту толпу, а надо библейство как-то подвинуть, и мы справимся гораздо лучше. Но главное сохранить вот этот толп элитаризм, то есть чтобы не состоялся человек вот действительно посланником Бога на земле и навестником Бога. Поэтому, значит, расхождение вот в основном в целях, то есть наша цель – размыть толп элитаризм, отказаться от каких бы то ни было вождей, сегодня просто, ну вот объективно, по нашей информации, может быть, ну кто-то просто больше понимает эту Божью информацию, Божью матрицу, кто-то меньше, кто-то там давно ее изучает, кто-то меньше. Поэтому и выступление, и представленность в средствах массовой информации, она связана не столько там, так сказать, с авторством где-то в чем-то, сколько просто, ну, с пониманием происходящего. И формирование вождей – это не наш стиль работы. Поэтому, когда иногда говорят, ну вот, вы давно работаете, а где же ваши результаты? А результаты, в частности, Кургинян Сергей Иванович такой вопрос задавал, а потом сам же себе и отвечает, ну куда бы я ни приехал, везде один и тот же вопрос, как вы относитесь к концепции общественной безопасности? Вот это и есть результат. Потому что везде, действительно, в любом регионе все знают, что такое концепция общественной безопасности. И все знают, что если вы в интернете наберете концепции общественной безопасности, то увидите там не только указ Путина по этому поводу, но и, значит, массив информации, которая на сегодня лидирует, в общем-то, по представленности. После порно-сайтов, наверное, наш сайт такой самый посещаемый сегодня, если вы посмотрите на все происходящее в мире. Виктор Ильич, скажите, пожалуйста, вот на Ваш взгляд, что должно измениться в общественном сознании, на Украине, ну и в частности в России, наверное, в общественном сознании народа, чтобы вот этот конфликт как-то урегулировать, или вот как нам преодолеть цивилизацию этот конфликт? Ну вот все процессы в общественном сознании, они, конечно, очень инерционные, и если бы мы проспали вот 25 лет и вообще никак не контролировали ситуацию в нашей русской цивилизации, да, там, так сказать, у государства же серьезные возможности, надо было как-то влиять до этого. Сейчас, конечно, эти стереотипы уже сформированы, их размыть в одночасье не получится, потому что ситуация там достаточно серьезная и драматическая, потому что там переформатировали историю, и выросло уже поколение, на совершенно новую историю, которая совершенно иначе воспринимает мир. Но то, что там произошло, я думаю, там применены какие-то новейшие технологии, но так это в моем представлении, я не берусь, конечно, судить об этом достоверно, я так специально не исследовал, но вот я, в частности, когда выступал, значит, в Белгороде, там беседовал с людьми, там же, ну, до Харьковских краев, там буквально 15 километров, там люди друг друга знают, семья половина здесь, половина там, вот, ну, вот примеры, да, мне просто конкретные люди, да вот вы понимаете, ну, тоже спрашивали, как вот так понять, что делать, вот у меня брат там живет, я ему звоню, а он на меня там матом, ваш Путин, вы там, что вы с нами делаете, вы нас тут уничтожаете, я, говорит, шоке, я ему пытаюсь объяснить, что, слушай, ну, как ты-то попал, ты же мой брат, ты что мне не веришь, как, ну, у нас-то какой может быть интерес, там, так сказать, у вас что-то дестабилизировать, вы же наша надежда и опора, вот, бесполезно, и, говорит, вот, я так верю, что если бы он сейчас сюда попал, он бы стрелять в меня начал, ну, я поэтому, вот, послушал вот эти все вещи, не знаю, я вот и такую версию слышал, что якобы там, в свое время американские компании предложили там на Украине вместо хлорирования воды какой-то новый реагент, который вот гораздо более там благоприятен, ни на что не влияет, ну, и я, может, это тоже придумки, все, но я, например, вот в таких вещах вижу больше надежд найти истину, чем в чем-то другом, то есть чем-то и в десернереальном поили, потому что вот так вот, ну, ладно, вырастить поколение с нуля, это да, но это же взрослые люди, которые жили вместе с нами, братья и сестры, да, вот, поэтому тут какие-то технологии применены, может быть, которые сегодня мне очень широко известны. Что вы думаете о территории опережающего развития? Там готовится законы сейчас, вот, и большие территории собирается сдаваться под аренду, до 70 лет. Да, ну, я вот так слышал этот проект, деталей не могу сказать, но, конечно, нам бы нужны, понимаете, не прорывы, нам нужно менять концепцию и менять ситуацию в стране в целом, потому что, ну, это вот как, знаете, напоминает наш проект со Сколково, да, ну, вот, Сколково не сделано, но это же, я вообще не понимаю, как можно делать Сколково, вы найдите вначале просто отечественный молоток, да, вот, пройдите и найдите в магазине где-нибудь молоток, который бы был изготовлен в России, да, это будет или из Китая, или из Индии, или еще, вот, потому что для того, чтобы, если для страны вы что-то делаете, то ведь что такое Сколково, если бы оно было для России, это тогда вы там что-то разработали, вот, а дальше это должно появиться на прилавках, но чтобы на прилавках появилось это, нужны конструкторские бюро, нужны кадры, нужны дальше, значит, окровские разработки, дальше нужны, значит, комплексы, производящие мощные, это уже ничего не делается, этого ничего нет, вот, я боюсь, что с такими территориями тоже может быть, ну, это так, я деталей не знаю, но тоже немножко попахивает такой фрагментацией России, потому что надо Россию менять, а не создавать какие-то очаги, которые просто, в общем-то, никак не вписываются в нашу пространство, поэтому проект Сколково, это безусловно проект международных глобальных корпораций, как бы, чтобы вытащить из России последнее, потому что у нас это ничего не может быть реализовано, это очевидно, это делается для западных компаний, то есть у нас есть таланты, есть идеи, вот, поэтому как бы тоже не получилось и с этими проектами, такая история. Куда собираются переселять другие территории, из Китая, там, да, ну, вот это, на мой взгляд, да, это попахивает такой фрагментацией, поэтому, но здесь ничего не изменишь локальными такими проектами, нужно менять систему, я вот с большим удовлетворением хочу отметить, сейчас все-таки есть вот такие разработки серьезные, вот я надеюсь, что в течение месяца там было такое, подготовлено предложение о создании расчетного центра, ну, хотя бы для потребительских обществ и кооперативов с отрицательным судным процентом, вот, ну, вы знаете, пример, вот Шеймуратиков, такой, ну, когда выпускались средства платежа в виде товарных талонов, у них каждый месяц стоимость этой бумажки падает, падает, то есть, вы получили зарплату этой бумажки, на ней написано тысяча, там, вот, тугриков, но, они эквивалентны тысяче рублям, но через месяц это уже не тысяча, а там, девятьсот, пятьдесят, к примеру, а еще через месяц это уже девятьсот, то есть, в них невозможно ничего копить, они как вагоны, так вот, сейчас такой проект есть, если будет поддержан на уровне президента, то в трех регионах России, возможно, будут запущен такой пилотный проект по созданию вот таких расчетных систем, это вовсе не деньги, это принцип расчета, когда, в общем-то, вот эта функция, одна из функций денег, расчет, она может использоваться более, так сказать, эффективно и в интересах самих производителей, потому что в Шеймуратово, в хозяйстве, а это такое многопрофильное сельское хозяйство, вот мы с ними работаем, у них после введения товарных талонов товарооборот за два года вырос в 12 раз, вот вам потенциал, как бы, так сказать, возможных перемен в денежной системе страны. Еще вопрос? Меня очень удовлетворен ваш ответ, я рада, что вы в своей деревне безрождаете, это очень приятно и слышать, и поняла, в чем недоговоренно было поздравлять с этим именем, надо было сказать, не мигранты, а ре-мигранты, возвращающиеся, наши люди, возвращающиеся на свою родную землю. У нас у каждого где-то есть наш город. Я думаю, если приедет иностранец, вот вы видели на сегодня, приезжают там из Канады, становятся русскими. чужин, переживается хорошо, так что в этом проблем нет. Вопрос у меня к другу. Я вот недавно приехала без гостей, скажу сразу, в Ростове-на-Дома, поговорила с молодежью, пообщалась где-то 30 с небольшим лет годом. 30. Значит, это наша молодежь, как я называю, последний аккорд советской власти, рожденный в 80-е годы, конец 70-х, 80-е. Это молодые семьи, которые сегодня дают так называемый бум рождаемости. Наши, да? Бум. Он бум на фоне не бум-бум в 90-х. Вот на фоне 90-х он бум-бум. А так, если посмотреть молодые семьи, может быть, поближе к вопросу, а то у нас уже время... Значит, он сказал так, мы, говорит, все прочитал по концепции, по всему, все, бросили все алкоголь, бросили все, все, сидим на дне рождения, пиво. Пиво. Вопрос, говорит, есть ли не пить у нас в стране, не курить, и вот плохо работать, жить не хочется. Депрессия... Ну, спасибо, я понял. Нет, но жить для того, чтобы пить и курить, это уж тем более не хочется. Вы знаете, если не пить и не курить, считать, что в этом счастье, ну, я тогда тут не очень понимаю. Потому, что идет именно у человека, который протрезвел, ему нужно, как вот дурак, он должен делом заниматься. Нет, ну, это само собой. Приложения, реального приложения, нет. Так вот, я думаю, что вот в рамках вашего института, возможно, у нас по стране уже много сельхозинститутов организовывать. Вот родовая, я о ней чуть раньше сказала, она, как бы, тяжело род постановить. Рассеяны все. Понятно, спасибо за предложение, мы сейчас этим как раз занимаемся. Да, я понял, все. Значит, мы, у нас сейчас вот Ладоград, такое движение мощное, оно объединяет порядка 17 вузов России. Вот, ребята молодые на нашей территории, мы говорим, ведь прекращение потребления алкоголя и табака это же не самоцель. Вот я, значит, перестал пить и курить и сижу теперь на завалинке, значит, семечки щелкаю. Это просто для большинства, ребят, как только они бросают пить или курить и курить, они находят себя в чем-то другом. Кто-то в спорте, кто-то в работе, кто-то в чем-то, то есть это раскрепощает человека, он начинает действительно реальными делами заниматься. Поэтому как раз вот только это необходимое условие, но, естественно, недостаточное. Просто если человек пьет и курит, то это не русский человек, это человек, на которого надеется бесполезно. Вот если он бросил пить и курить, то это необходимо, но недостаточно. Дальше надо думать, как. Вот таких ребят можно объединить и на таких ребят можно рассчитывать и надеяться. А если вы с пьяными начинаете что-то организовывать, то вы не ждите перспективы и добра. все равно ничего не получится. Поэтому сейчас речь идет о том, что нам нужно создать такой кадровый костяк из настоящих русских, которые, как и раньше на Руси, никогда не потребляли ни алкоголя, ни табака. А потом мы тогда мы сами сорганизуемся. Важно, чтобы таких ребят было достаточно много. Ну, пожалуйста, если вы не устали, уже я смотрю, Виктор Алексеевич, как вы видите перспективы развития Евросоюза? Ой, ну Евросоюз это, конечно, печально для меня. Я вчера посмотрел там их это состязание. Ну, вот Евросоюз это, конечно, такой проект обреченных. То есть то, куда идет Евросоюз, это расчеловечивание человечества. То есть это попытка превратить человека в какое-то иное существо, вот в того самого постчеловека, из которого выхолощено все то, что Богом в него заложено. То есть вот Бог, создавая человека, имел некие вполне понятные замыслы. Так вот, все, что было Богом заложено, истребить все это из души человека, вот и в этом и состоит проект Евросоюза. И ни одно из их начинаний оно не оказывается успешным. Все те вопросы, которые называются цивилизационным строительством, они у них решаются безуспешно. Ничего путного там не получается. Ни с деньгами, ни с языком единым, ни с общим и с культурой то же самое. Так что я считаю, что Европроект это проект расчеловечивания человечества и в конечном счете готовится как вариант для столкновения с исламским миром. То есть довести до такой степени уродства, чтобы одна из цивилизаций не выдержала и пошла в этом наводить порядок. Но это опять не в наших интересах. Нам нужно, чтобы все решалось мирно и осмысленно. Спасибо вам за внимание. Тогда я хочу всем вам успехов пожелать во всех делах. Будь счастлива.